Пирамиды, коралловые рифы и чай в гостях у бедуинов. Египет, с которым в ноябре восстановили чартерное авиасообщение, стал самым популярным зарубежным направлением для отдыха самарцев на новогодние праздники. Как рассказывают туроператоры, жарко сейчас не только под африканским солнцем, но и на туристическом рынке. В декабре этого года цены на горящие путевки в Египет ниже, чем до пандемии. 15, иногда бывает даже 13 тысяч за неделю за человека. Ну, это, понятно, простые самые варианты. И хорошие варианты в пределах 20-25 тысяч за человека. Недельный отдых на все включено. Это просто здорово с такой погодой. Но это декабрь. Большая разница идет с Новым годом. На новогодние праздники ценник в разы выше. Египет уже от 100 тысяч рублей на человека. Что-то хорошее мы смотрели на семью трое взрослых ребенок от 400 и выше. То есть, грубо, 100 тысяч на человека. Это вот прям вот стандартно, нормально. И Египет считает, что это вот те цены, по которым все они могут поехать. Вторым по популярности направлениям у самарцев остаются Эмираты, поскольку тоже есть прямые вылеты из Курумыча. В этом году для отдыхающих на Аравийском полуострове открыли круизы по Персидскому заливу. И все это обойдется гораздо дороже, чем курорты Египта. Однако высокие цены не останавливают желающих отдохнуть. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на зарубежные новогодние туры у россиян вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В каждой стране в связи с пандемией коронавируса действуют свои правила въезда. Для Эмиратов, для них наша вакцина, любая вакцина, это не авторитет. То есть это то направление, та страна, которая верит самим себе. И поэтому на посадке нужно предъявить данный ПЦР-тест для авиакомпании. То есть мы сдаем ПЦР-тест здесь. И когда прилетаем, для всех абсолютно туристов бесплатно власти Эмиратов проводят ПЦР-тест. Египет принимает наш сертификат с спутником ВИИ. То есть для тех, кто вакцинирован более чем две недели назад до поездки, предъявляют вот этот сертификат с сайта госуслуг на английском языке. Если же какой-то другой вакциной люди вакцинировались, то тогда результаты ПЦР-теста. Важно, что теперь результаты ПЦР-теста действуют не 72 часа, как раньше, а 48. Рейсы на Гуа, которые понемногу проставляют туроператоры из Москвы, у самарцев пока не пользуются популярностью. Зато охотно бронируют Шри-Ланку. Формируют программы во Вьетнам, которая заявила о приеме туристов с января. И в Таиланд. Но там очень жесткие антиковидные ограничения. Чуть ли не на 25 страниц инструкция по заполнению этой анкеты. Причем она должна быть заполнена так, как мы, допустим, Египет заполнили. На следующий день человек уже может лететь. За неделю уже должно быть все это оформлено. И также есть режим песочницы, так называемый, когда в пределах своего региона в течение недели, ну это не карантин, но есть некоторые ограничения. Несколько рейсов из Самары на Рождество и Новый год поставили в Венгрию, и туры туда сразу раскупили, поскольку европейские курорты все еще недоступны для россиян. Из Москвы можно улететь в страны Карибского бассейна, где нет жестких правил въезда. И, конечно, безусловные лидеры – это российские направления Горнолыжной Сочи, курорты Северного Кавказа, Крым, Москва и Золотое Кольцо, Питер и Калининград, Карелия, Казань и Великий Устьюк, Родина Деда Мороза. В 2022 году начнется новый этап программы туристического кэшбэка, но он будет действовать с 18 января по 12 апреля. Можно будет вернуть до 20% от стоимости туры по России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События.